Из беседы десятые на послании филиппийцам по учению Иоанна Златоустова. Добродетель гораздо удобнее совершается при бедности, поскольку о богатстве говорит Христос. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. О бедности же ничего подобного не сказал, но говорит даже противное. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи, последуй за мной, взяв крест. Так как от произволения зависит последование за ним. Итак, не будем убегать бедности, как бы зла, потому что она есть залог Царствия. Не будем так же гоняться и за богатством, как бы за благом, потому что неблагоразумных оно любит. Но во всяком состоянии, возводя взор свой к Богу, будем как должно употреблять благо, дарованные нам от Него. Телесную силу и богатство и все прочее. Ибо неприлично нам, созданными от Бога, употреблять благо в пользу других, а не для нашего Создателя. Он дал тебе глаза, для Него и употребляя их, а не для дьявола. Как же употреблять для Него? Рассматривая Его творение и прославляя Его и удерживаясь от воззрения на женщин. Он дал тебе руки, для Него и употребляя их, а не для дьявола. Не на хищение и любостяжание, а на исполнение заповедей и благотворения. Простирая их в продолжительных молитвах и на помощь падшим. Он дал тебе уши, для Него и употребляя их, а не для слушания шумных песен и срамных рассказов. Ибо, Сирахов 9.20 Всякая беседа Твоя в законе Всевышнего, и еще, бывает в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому. Он дал тебе уста, уже не произносят они ничего неблагогодного Ему, но поют псалмы, гимны, духовные песнопения, дабы слово доставляло благодать слушающим. В созидание, а не на разорение, на благохваление, а не на злоречие, не на клеветы, не на все противное. Он дал тебе ноги, для того, чтобы ты спешил не к злу, но к добру. Он дал тебе чрево, не для того, чтобы ты слишком наполнял оное, но чтобы жил воздержно. Он вложил вожделение, для деторождения, а не для блуда и прелюбодейства. Дал ум не для того, чтобы ты хулил, не для того, чтобы поносил его, но чтобы хвалил. Дал и деньги, чтобы употребляли он ее как должно. Дал и силу, дабы ее употребляли как должно. Дал искусство для поддержания жизни, а не для того, чтобы мы уклонялись от духовных занятий. Для того, чтобы изучали искусства не пустые, но необходимые. Для того, чтобы друг другу служили, а не козни строили друг против друга. Дал кров, но для того, чтобы он защищал только от дождя, а не для того, чтобы был украшаем золотом, а бедняк погибал бы с голоду. Дал одежды для того, чтобы мы прикрывали ими, а не тщеславились. Не для того, чтобы на них много было золота, а Христос умирал бы ногой. Дал дом не для того, чтобы ты жил в нем один, но чтобы принимал и других. Дал землю не для того, чтобы ты, отделивши себе большую часть оной, блага Божии, ждевал на блудниц, плесунов, актеров, плетейщиков и орфистов, но на алчущих и нуждающихся. Дал тебе море, дабы ты плавал, дабы не утруждался от путешествия, а не для того, чтобы ты исследовал глубины оного и извлекал оттуда камни и тому подобное. Не для того, чтобы ты занимался этим. Аминь.